Добро пожаловать на выпуск обзора недели. Сегодня у нас три темы. Первая – антиправительственные демонстрации в Грузии. Вторая тема – некоторые интересные события, связанные с международным уголовным судом. Завершим программу одним из главных вопросов этой недели, который касается блокирования военной помощи ЕС Армении в Венгрии. За последние 10 дней в столице Грузии Тбилиси прошли массовые демонстрации против законопроекта, который правительство называет законом об иностранных агентах, а оппозиция – российским законом. По сути, речь идет о финансировании политической организации и средств массовой информации. Законопроект почти наверняка будет принят в окончательном виде через пару дней, в течение следующей недели. Почему в Грузии развернулась такая острая борьба? Потому что большая часть гражданского общества финансируется за счет иностранных грантов из ЕС или США. Скорее всего, это попытка правящей партии «Грузинская мечта» задушить и вывести из строя оппозицию. Позиция правительства заключается в том, что необходимо фиксировать иностранные источники финансирования и разглашать их детали. На самом деле, это гораздо более серьезная борьба, чем может показаться. Это борьба во многих отношениях продолжения большой войны между Востоком и Западом, между оппозицией, которая очень сильно настроена прозападно, проевропейской, и правительством, которая очень сильно настроена пророссийской. Политический кризис Грузии вызван тем фактом, что из-за разногласий внутри оппозиции и ее неорганизованности, партия, поддерживаемая меньшинством людей, фактически стала правящей, в то время как около 80% людей, ориентированных на Запад и поддерживающих вступление в ЕС, во власти не представлены. По сути, это становится чем-то вроде Третьего фронта украинской войны. Сама Украина, Армения, теперь и Грузия. Почему это важно для нас? Для достижения наших целей прозападная Грузия, государство и правительство, движущие в ЕС, это лучший вариант. Грузинское государство, которое стремится угодить ЕС и Соединенным Штатам, это государство, которое тратит меньше времени на то, чтобы ублажать ось зла в нашем регионе, ось Москва, Баку, Анкара. Если не считать незначительное отличие, то пара Грузии и Армения, движущая в западном направлении, является политически наиболее выгодным вариантом, потому что каждый из этих стран выиграет намного больше, как часть целого, а не по отдельности. Перейдем ко второй теме, которая касается Бениамина Нетаняху и Международного уголовного суда. На этой неделе стало известно, что прокурор Мус рассматривает возможность предъявления обвинений премьер-министру Израиля Бениамину Нетаняху и некоторым его коллегам в геноциде и военных преступлениях во время вторжения в Газу. Если честно, это вряд ли произойдет из-за сильного давления Запада или США. Но несмотря на это, Нетаняху и его правительство вселился божий страх. И не потому, что они боятся пристать перед Гаагским трибуналом, как какой-нибудь африканский диктатор, а потому что они справедливо рассматривают это как первый шаг делегитимизации израильского государства. Почему это важно для нас? Это важно для нас, потому что у нас есть кейсы против режима в Баку и бандита, совершившего военные преступления и геноцид в прошлом году. И если что-то подобное со стороны МУС может напугать израильское государство или обеспокоить его в то время, как они делают все при полной поддержке Запада, то это стало бы смертельным приговором для какого-нибудь второсортного преступника в Баку. Это означает, что мы должны удвоить количество наших обращений в МУС и ускорить криминализацию режима. Режим нужно держать под дулом пистолета, и это вопрос национальной безопасности. Обвинительные акты, нависшие над их головой, являются мерой безопасности на долгие годы вперед. Переходим к нашей третьей и последней теме недели, а именно к новостям о том, что в Венгрии блокируют военную помощь ЕС Армении. Это касается пакета помощи в размере 10 миллионов евро, который ЕС одобрил для Армении. На самом деле это очень небольшая сумма, но мы знаем, что она будет расти в течение последующих лет. Эти деньги были предназначены для полевого госпиталя и вспомогательных помещений для армейского подразделения размером с батальон. Механизм ЕС устроен так, что в случае любого финансирования нужна единодушная поддержка. Каждая страна ЕС должна поддержать инициативу, и в данном случае пакет одобрили все страны, за исключением Венгрии. По слухам, в течение двух недель венгерское государство блокировало принятие пакета помощи. МИД Армении предпринимал всевозможные действия, был визит в Бутапешт, оказывалось закулисное давление со стороны других европейских стран с требованием снять запрет. Возникает вопрос, почему венгерский режим так поступает? Прежде всего, у президента Венгрии Виктора Орбана особые отношения с режимом Баку. Вероятнее всего, в 2012 году его правительство получило взятку за экстрадицию азербайджанского военного преступника Рамиля Сафарова, который зарубил топором армянского офицера во время учений НАТО в 2004 году. Также хорошо известно, что у правительства Орбана самые позитивные отношения с российским государством, и они всегда пытаются блокировать все, что имеет отношение к оказанию помощи Украине, и все, что вредит России. Какое-то это имеет отношение к нам. Прежде всего, эти средства ЕС, как я уже говорил ранее, вероятно будут расти в течение последующих лет, и военная помощь и отношения вероятно также будут набирать обороты. Следовательно, нам не выгоден прецедент, когда страна, подобная Венгрии, может создать для нас проблемы в получении военной помощи. Другим, на мой взгляд, более важным фактором является то, что Виктор Орбан за последние несколько лет стал любимцем американского консервативного движения и поддерживает очень тесные отношения с Дональдом Трампом, у которого есть все шансы быть избранным в ноябре этого года. Он стал любимцем за свою предполагаемую конфронтацию с Жоржем Соросом, который, кстати, оплачивал его образование, его антимигрантскую политику и предполагаемую защиту прав христиан, а также за то, что в МИД Венгрии открылось подразделение, занимающееся правами христиан за рубежом. Давайте послушаем мистера Орбана. Today's progressives try to separate Western civilization from its Christian roots once again. They are crossing a line that should never be crossed. If you separate Western civilization from its Judeo-Christian heritage, the worst things in history happen. Let's be honest, the most evil things in modern history were carried out by people who hated Christianity. Don't be afraid to call your enemies by their name. You can't play safe, but they will never show mercy. Что ж, мистер Орбан на самом деле прав в одном. Мы никогда не должны бояться называть наших врагов по имени. Мистер Орбан, я назову вас и ваш режим по имени. Вы и ваш режим не более чем фарисеи наших дней. В заключение, я хотел бы спросить мистера Орбана, какие именно христианские ценности он поддерживает? Этническую чистку более 120 тысяч человек, в данном случае христиан, с их земель, на которых они жили более 2000 лет? Или систематическое уничтожение христианского наследия в Арцахе? И какие христиане поддерживают трусливое убийство мирных жителей, изнасилование и обезглавливание военных? И, наконец, лично в вашем случае, получение взятки о убийце с топором, чтобы избежать справедливого наказания? Спасибо, что присоединились к эпизоду обзора недели. Горе вам! Уподобляетесь окрашенным гробам, что красивы снаружи, а внутри полны костей и нечистот. Видите эти камни? Истинно говорю вам, не останется тут и камня на камне. Все будет разрушено. И опустеет дом ваш. Гнездо паучье, да гадов ползучих. Змеи, порождение ехидны. Как избежите вы гиены огненной? Меня вы более не увидите. Да, коли не воскликните. Нет, пока вы научитесь к кричитам! ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...